Друзья, так не может триваться вечно. Мы будем вам сказать правду. И я с удовольствием скажу с трибуны Верховной Рады, подписывайтесь на мой канал в YouTube. В общем, а там происходят интересные события. Давайте коротко напомним, что сейчас Путин добывает свой четвертый срок. Два срока по четыре года. Потом он передал эстафетную палочку поддержать Медведеву, Димону, местоблюстителю. Потому что по Конституции Российской Федерации нельзя больше двух сроков подряд. Вообще имелось в виду, что вообще нельзя больше двух сроков. Но использовали слово подряд. И после Димона вернулся Путин уже на два срока по шесть лет. Потому что при Димоне изменили Конституцию, продлили срок полномочий с четырех до шести лет. В общем, первый шестилетний срок Путина закончился. Мы сейчас приближаемся к середине второго президентского, вернее четвертого. Второго, он же четвертый. Здесь практически как звездные войны. Эпизод четыре, пять, шесть. Но это сначала было. Это срада. А потом, в общем, вот мы имеем эпизод четвертый у Путина. И он в середине. Таким образом, в 2024 году он не сможет больше баллотироваться в президенты Российской Федерации. Ну, если хоть как-то соблюдать Конституцию РФ. Можно, конечно, было бы снова сделать Димона. Достать присыпанного нафталином Димона или какого-нибудь еще нового, там, я не знаю, Коляна. И снова четыре года и снова назад. Ну, все-таки Путин, хоть и чувствует себя горцем, но горцем не является. И будет он уже совсем старым дедом. И здесь, наверное, ну, будет тяжело ему каким-то образом удержать власть на таких перестановочках. Поэтому он думает о других способах остаться во власти. Но вот самое главное, он не собирается уходить. Очевидно, что он никуда не собирается уходить. Он думает, каким образом, значит, остаться во власти. Вот эта проблема 2024, ее надо будет решать. Была мысль у них про Беларусь. То есть, создать новое государство, уже все, нет Российской Федерации. Есть как-нибудь там союзное государство России и Беларуси. И он станет в нем президентом. Так он себя видел. Ну, и вообще, это было бы в его полностью понимании мира и своей роли в нем. Но Лукашенко упирается, чтобы дальше там не совсем понятно, получится или нет, не ясно. Поэтому начали они другую интригу, а именно изменить Российскую Конституцию. Что же сказал Путин? Он сказал, что мы поменяем Конституцию в следующих пунктах. Больше дадим полномочий парламенту, там, назначать премьера. То есть, здесь возникает мысль, не хочет ли стать Путин премьером. Но я думаю, вряд ли. Премьер все-таки это такая работа, где не президент великий где-то там высоко и далеко. А все-таки такая работа, и опять же, все-таки возраст имеет значение, даже там. Второй вариант, глава парламента, да, там, Госдумы. Ну, думаю, это тоже ему не очень интересно. Хотя вот увеличивать полномочия Госдумы, ну, может быть. Самый реальный вариант, он озвучил о том, что нужно госсовет превращать во что-то серьезное. У них есть такой орган госсовет, государственный совет, который на самом деле никакого реального значения сегодня не имеет. Но почему бы не переписать так конституцию, чтобы глава госсовета, без него там важные вещи не происходили. И стать таким вот главой госсовета при чуть ослабленном президенте каком-то и там, чуть усиленном премьере. И вот в таком треугольнике быть его, значит, главным прямым углом этого треугольника, быть самому, ну, или тупым, большим, тупым углом, быть самому Владимиру Путину. А они там, значит, пусть прижмутся. Думаю, примерно вот такой ход мыслей. До конца, думаю, еще это все не расписано, но он начал этот путь, но он начал эту дорогу. Что говорит это для всего мира и для Украины? Для всего мира и для Украины это говорит следующее. Пока он дышит, он собирается править Россией. Он никуда уходить не собирается. Он ищет вариант, как остаться после 2024. Жить собирается до 100 лет и дольше. И, в общем, собирается еще много лет приносить беду нашей планете всей, из нашей всей планеты больше всего Украине. Ну, больше всего Украине и своей же России, понятно, народу России. Но это уже их горе, видимо, многих там это устраивает. А вот нам это, конечно, сложнее. Вот такая ситуация, которую мы должны с вами понимать. А это говорит нам о чем? Что у нас впереди, знаете, помните, как в этом фильме, суровые годы проходят, но впереди они будут не меньше трудны. К сожалению, это правда. И мы сейчас, то, что мы боремся, у нас не короткий спринтерский забег, добежать и сохранить страну. А у нас длинная, длинная марафонская дистанция, на которой с Путиным еще может встретиться не один украинский президент. Я имею в виду, как с соперником. Это надо понимать. И это нужно четко отдавать себе отчет. Конечно, у Путина в этом смысле есть плюсы. В том смысле, его преимущество есть в его войне, что он может делать планы на много лет вперед. В отличие от любого там украинского президента, которому пять лет продержаться, это уже хорошо. А там переизбраться очень сложно. И то же самое касается всех лидеров западных стран нормальных. Путин в этом смысле, его горизонт планирования другой. Он этим старается пользоваться. Ну, конечно, он поэтому постихоньку сходит с ума. 20 лет такой власти, как у него в России, не могли не свести его с ума. И он, очевидно, что уже не совсем здоровый человек психически. Дальше будет хуже, потому что с возрастом, к сожалению, знаете, как говорят, лучше становится виной дружба. А все остальное становится чуть хуже. И поэтому он будет, конечно, становиться все более непредсказуемым и все более опасным. Хотя и при этом все более дряхлым. Вот такая картина. Будем следить за тем, что происходит в России. Верю, что наступит тот день, когда Россия избавится не просто от Путина, но от его режима в целом. От всей этой шайки, от этой идеологии, от этой недоделанной империи, которая не имется, а станет нормальной страной. Но явно это произойдет не завтра и не послезавтра. А нам, значит, нам нужно планировать свою жизнь пока по соседству с такой Россией, какая она есть. И защищать себя. Будем внимательны. Пишите, что вы думаете. Для меня важно услышать, что вы думаете о Путине. Что вы думаете о том, что он планирует делать. О России, о перспективах. И для меня очень важно услышать ваше мнение. Все, всем пока. На связи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok